В трёх местах мы поменяли троечки на двоечки. Здесь, здесь и здесь. Так мы видим, что теперь нам потребовалось 23 итерации. Объяснённая дисперсия, если не учитывать, что у нас полученные факторы, не факт, что ортогональные. Объяснённая дисперсия 62%. Вот такие оцифровки, которые уже несколько местами отличаются от предыдущих оцифровок. Что неудивительно, учитывая принцип оцифровки, к которому мы уже почти подошли. Вот, собственно говоря, в двухмерном измерении вполне действительно хорошо просматриваются вот эти у нас две оси, которые, в общем-то, похожи на ортогональные. Но проблема в том, что наши оси, они под углом находятся к тем пучкам, которые исходно формируются нашими переменными. К сожалению, в CAD-PC возможности поворота значений нет. Но мы обойдём это ограничение. Как вы видите, общности, ну или аналог общности практически не упал. Вот наши нагрузки. Пока что мы их интерпретировать не будем. И вот биплот, который, к сожалению, всё ещё остаётся крайне неинформативным. Чтобы он стал для нас более информативным, мы должны, во-первых, снизить дробность переменной, которой мы обозначаем, ну, в дальнейшем мы это сделаем, и увеличить масштаб рассмотрения. Тогда будет более понятно. Ну и, конечно же, проинтерпретировать оси, поскольку без интерпретации осей сложно понять, что означает каждая точка. Мы видим, что в нашем дата-файле появились, как мы и просили, оцифрованные переменные и значения, факторные по двум факторам. Пришло время разобраться с тем, по какому же принципу происходит оцифровка в категориальном методе главных компонентов. Принцип, он звучит не очень сложно, но понять его можно не сразу. Итак, оцифровка происходит таким образом, чтобы наши исходные переменные движения на нем. Продолжение следует.